А какие есть побочки, противопоказания, когда он не работает? Безопасно ли это? Метод для чайников создавался. Какие побочки? В принципе, никаких. Все, что там дается, такая, я бы сказала, специализированная, элементарная комиссиология. Вот эти три метода, что я назвала. Единый мозг, гимнастика мозга, солебное прикосновение. Еще очень хорошая методика. Резет. Это все рассчитано на то, что это будут делать люди, которые совершенно компоненты. Ну, просто вот обыватель. Поэтому каких-то вот таких особых противопоказаний. Ну, можно сказать, можно сказать, что кинезиология хорошо работает, конечно, как скоропомощная терапия. Кинезиолог не работает, например, как психоаналитик, там, каждую неделю, кладет клиента на кушетку, да, ведет долги, совершил он и разговоры. И за один сеанс, может быть, ну, если это уже, как бы, профи работает, да, за один сеанс может пройти такие, запуститься такие глубокие изменения, на которых на самом деле одной неделе мало от сеанса до сеанса, да. Там нужно 2 недели, 3 недели, месяц, 2 месяца, иногда 3 месяца, да, там, чтобы эти изменения, как бы, прошли в человеке, что-то перестало, как бы, запускаем такие вещи серьезные. Ну, и, конечно, если мы работаем с, ну, тут уже, конечно, профессионал должен работать с какими-то серьезными такими моментами, какие-то пограничные состояния, да, какие-то грузы, вот, то надо понимать, что даже такая, ну, чем-то быстрая терапия, то есть, она поможет только стабилизировать, изменить состояние. То есть, в общем, ладно, чем нужна длительная, длительная работа. Скорее всего, это работа курса. То есть, поскольку каждую неделю не работают, он, 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 он работает не может. Вот, ну, если, конечно, изучает человек, ну, так сказать, ну, с другой стороны, когда изучает человек с улицы, ну, к нему, как бы, наверное, любой пациент не подойдет, да, с чем-то серьезным и к ней обратятся. Я думаю, что... Ну, еще некоторые ограничения в том, что у кинезиолога много инструментов, которые не у него в голове, а которые вот в виде текста различных, да, там, в виде различных, там, материалов. и кинезиология старой школы они это носили чемоданами с собой в виде бумажек сейчас, слава богу, есть там планшеты всякие портативные гаджеты на которых это все можно держать и уже попроще ограничений в этом смысле меньше хотя очень многие считают, что лучше все-таки на бумаге и таскают с собой целый джунг в книжке Кэрол Энн Хоинс тот человек, который привез единомоск в Россию у нее там вообще 10 причин перечислено по которому не работает кинезиология я вас туда сразу отсылаю она есть в свободном доступе к себе я просто скажу свою точку зрения а там уже можно дополнить, посмотреть потому что на самом деле вот эти все 10 ее причин на мой взгляд сводится как мы обращаясь к психологу к целителю ну как бы к гомеопату то есть вот к любому специалисту какого-то такого целительского направления человек должен понимать что никто его не вылечит если он не вылечит сам себя потому что ответственность он все равно за свое здоровье как психологическое, так и физическое несет сам вот в чем дело если человек не готов к этой мысли то может и не сработать хотя я видела много примеров когда все равно срабатывал на самом деле это те люди, которые после сеанса через какое-то время говорят я вот ничего не понял, что со мной делали и фиг его знает, как это работает но оно работает я таких видела примеров у меня у самой такие клиенты были с числа моих друзей и с числа людей совершенно незнакомых ко мне вот в Крыму буквально на прошлой неделе девушка пришла говорит вы знаете, вот один мой знакомый меня к вам прислал и вот он мне сказал что вот я был и я не знаю, как это работает как это работает кинезиология это самое но она работает вот я к вам и пришла я плачусь я плачусь Субтитры создавал DimaTorzok